Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Сегодня мы представим вашему вниманию историю о танке Красной Армии, который в период между мировыми войнами был одним из самых сильных танков, и это Т-28. История Т-28 началась в 1930 году с визита в Великобританию Советской закупочной комиссии во главе с Гинзбургом. Эта комиссия должна была приобрести современные образцы бронетехники и отправить их в СССР для изучения с целью организации собственного бронетанкового производства. Одним из танков, особенно заинтересовавших комиссию, стал новейший в то время средний танк А-6 фирмы Викерс, более известный как Викерс 16-тонный. Однако фирма Викерс отказалась продать один готовый образец танка ввиду его секретности и выдвинула советской стороне следующие драконовские условия для сотрудничества. Во-первых, платеж в размере 20 тысяч фунтов стерлинга. Во-вторых, заказ у фирмы Викерс 10 танков этого типа по цене 16 тысяч фунтов стерлингов за танк без вооружения. И в-третьих, дальнейший заказ у фирмы танкета «Карден Ллойд» МК-6 и легких танков Викерс МК-Е. Такие условия советской делегации были сочтены неприемлемыми и было принято решение разрабатывать собственный танк на основе результатов ознакомления с зарубежными моделями, в том числе и А-6. Первый прототип танка, получивший наименование Т-28-1 из неброневой стали, был закончен в мае и совершил первый испытательный пробег 29 мая 1932 года. Танк в целом получил положительную оценку, однако военные потребовали установки на него, начиная уже со второго опытного образца дизельного двигателя ПГЕ, находившегося в то время в разработке, и 76-мм пушки ПС-3. В конце октября 1932 года, даже не дожидаясь изготовления опытного образца по уточненным требованиям, Советом труда и обороны СССР было принято решение о серийном производстве танка. Т-28 представлял собой средний танк классической трехбашенной компоновки с двухъярусным расположением вооружения. Моторно-трансмиссионное отделение находилось в кормовой части танка, а отделение управления, совмещенное с боевым, в лобовом. Экипаж танка состоял из шести человек. Механика водителя, командира, выполнявшего также функции стрелка из башенного пулемета и заряжающего пушки, радиста, выполнявшего также функции второго заряжающего, наводчика и двух стрелков пулеметных башен. Корпус танка коробчатой формы полностью сварной из гомогенной брони или клепано-сварной из цементированной брони. Клепано-сварные корпуса имели танки выпуска конца 36-го, начала 38-го и 39-го-40-х годов. В остальные года выпускались танки с полностью сварными корпусами. В течение 38-го года выпускались танки с корпусами обоих типов. Корпус собирался из скатанных бронелистов толщиной от 13 до 30 миллиметров, сваренных между собой встык. Для увеличения обзора механика водителя и уменьшения мертвого пространства перед танком передняя часть корпуса была скошена. В целях увеличения защищенности стыки верхнего переднего наклонного, лобового вертикального и переднего листа днища прикрывались дополнительными наугольниками. Основным вооружением Т-28 являлась 76,2-мм танковая пушка. Изначально танки вооружались пушкой модели КТ-28 «Кировская танковая» образца 27-32 года. Начиная с 1938 года и вплоть до окончания производства в 1940 году Т-28 вооружались новой 76,2-мм танковой пушкой Л-10. Пушка Л-10 имела ствол длиной 26 калибров и большую сравнение с КТ-28 начальную скорость примерно 555 метров в секунду, что позволяло ее бронебойному снаряду пробивать броню толщиной до 50 миллиметров на расстоянии в 1000 метров при угле встречи в 60 градусов к нормале. Это существенно повысило боевые возможности танка, хотя по надежности и удобству эксплуатации Л-10 ощутимо уступало КТ-28. Вспомогательное вооружение Т-28 состояло из четырех пулеметов ДТ. Один из них размещался в лобовой части главной башни в автономной установке справа от пушки, другой размещался в кормовой нише. По одному пулемету устанавливалось в малых башенках, каждая из которых имела горизонтальный сектор наводки в 165 градусов. На танках последних серий на люке наводчика устанавливалась также зенитная турельная установка П-40 с пулеметом ДТ, снабженным для стрельбы по воздушным целям коллиматорным прицелом. Таким образом, общее количество пулеметов танка доводилось до пяти. Боекомплект пулеметов составлял 7938 патронов в 126 дисковых магазинах, по 63 патрона каждой. Магазины для пулеметов главной башни укладывались в стеллажах на бортах корпуса и в кормовой нише. Существовали следующие модификации Т-28. Т-28-1. Предсерийный образец 1932 года. Вооружение 37-мм пушка, образца 1932 года и 3 пулемета ДТ. Т-28 образца 1933 года. Первый серийный образец производства 1933-1934 годов. Вооружение пушка КТ-28 и 4 пулемета ДТ. Т-28 образца 1934 года. Основной серийный образец производства 1934-1934 годов. Вооружение пушка КТ-28 и 4-5 пулеметов ДТ. Выпущено 266 машин. Т-28 образца 1938 года. Основной серийный образец производства 1938-1940 годов. Вооружение пушка Л-10 и 5 пулеметов ДТ. Выпущена 131 машина. Т-28 образца 1940 года. Танк с конической главной башней производства 1940 года. Вооружение пушка Л-10 и 5 пулеметов ДТ. Выпущено 13 экземпляров. Т-28Э. Экранированный вариант танка Т-28. Экранировка ранее построенных машин производилась в 1940 году. Всего заэкранировано 111 танков. Т-28А. Скоростной танк Т-28. За счет переконструирования бортового редуктора и коробки передач удалось поднять скорость танка до 56 км в час по шоссе. С июня по декабрь 1936 года было изготовлено 52 машины. Дальнейшее производство танков этой модификации было свернуто ввиду планировавшегося принятия на вооружение танка Т-29. Т-28А-2. Один из скоростных танков Т-28А в опытном порядке оснащенный трансмиссией измененной конструкции, что позволило эластичь скорости в 65 км в час по шоссе. Выпущен осенью 1936 года. Т-28ПХ. Т-28 подводного хождения. Это серийный танк, на который в опытном порядке было установлено оборудование для преодоления по дну водных преград глубиной до 4,5 метров. Корпус танка Т-28ПХ и его вооружение герметизировалось, а для питания двигателя воздухом и отвода выхлопных газов устанавливалось специальные приспособления. Оборудование было изготовлено в мастерских НИИ-БТ полигонов Кубинки. Испытания танка проводились в августе-декабре 1937 года в естественных водоемах Московской области. Экипаж работал в легких водолазных аппаратах типа ИПА-2 и ИПА-3. Всего было произведено 27 заездов на различную глубину. Однако не обошлось без ЧП. 4 сентября 1937 года на 18-й минуте 4-го заезда на глубине 2780 мм двигатель, работавший до этого нормально при 1000-1100 оборотах в минуту, стал давать перебои, самопроизвольно меняя число оборотов. Через 40-50 секунд в моторном отделении танка произошел взрыв. От резкого перепада давления были вырваны крепления люков водителя, правой малой башни, люка наводчика главной башни и подмоторного люка, а также нарушена герметизация ряда уплотнений жалюзи. В итоге танк залило водой. К счастью, обошлось без жертв. Экипаж сумел покинуть машину. По результатам испытаний был сделан вывод, что в данном виде оборудование подводного хода имеет ряд конструктивных недостатков и в целом не в полной мере соответствует предъявленным тактико-техническим требованиям. В то же время даже при самом поверхностном устранении выявленных дефектов подводное хождение Т-28 признавалось вполне возможным. При устранении всех недостатков Т-28ПХ мог успешно использоваться при форсировании водных преград глубиной до 4 метров и шириной до 1 километра, при максимальной скорости течения до 1 метра в секунду. Впервые боевое укрещение Т-28 получил во время войны с Финляндией. В ходе боев на линии Маннергейма танки Т-28 использовались по своему прямому назначению для поддержки пехоты при прорыве укрепленных позиций противника. При этом, несмотря на то, что Т-28 создавался по требованию начала 30-х годов, их применение в целом было весьма успешным, особенно в сравнении с танками Т-26 и БТ. В частности, Т-28 легко двигались по снегу глубиной 80-90 сантиметров, хорошо преодолевали рвы, эскарпы и прочие противотанковые заграждения. Огневой мощи пушек вполне хватало для эффективной борьбы с дзотами и даже небольшими дотами. А множество пулеметов позволяло создавать настоящий ливень свинца. Однако, вместе с тем, бронирование танков не позволяло им эффективно противостоять огню противотанковой артиллерии. В ходе Зимней войны потери Т-28 были большими. Точных и достоверных данных по этому танку нет. Однако известно, что свыше 80% танков были отремонтированы и вернулись в строй. Такой высокий процент восстановленных машин объясняется хорошей работой ремонтно-эвакуационной службы бригады, хорошим снабжением запчастями и близостью Кировского завода, производителя Т-28. Безвозвратные, не подлежащие восстановлению потери танков Т-28 по итогам войны, составили всего 32 машины. Из них 30 сгоревших и 2 захваченных. Таким образом, применение Т-28 в Зимней войне показало, что при условии грамотного использования и хорошего снабжения запчастями, эти танки являются мощной, надежной и ремонтопригодной машиной, несмотря на сложные климатические условия, артобстрелы и минные поля. Также был сделан вывод о недостаточной защищенности танков Т-28, что послужило поводом к разработке схемы их экранирования. К лету 1941 года Т-28 с точки зрения конструкторской мысли уже морально устарел, особенно в сравнении с новым советским средним танком Т-34. Однако по вооружению и бронезащите танк превосходил все машины, имевшиеся в то время в распоряжении вермахта. Однако далеко не все имеющиеся в наличии танки были в боевом готовом состоянии. Оказалось, изношенность большинства машин и хроническая нехватка запчастей к ним, которых Кировский завод в связи с переходом на выпуск машин других типов выпускал все меньше. К началу Великой Отечественной войны Красная армия имела 484 танка Т-28, из которых полностью боеспособными являлись порядка 200 машин. Танки Т-28 активно использовались в начальный период войны, однако практически все они были потеряны в первые месяцы боевых действий. Помимо неграмотного использования, нехватки горючего и боеприпасов и общей дезорганизации частей РККА основной причиной потерь являлась техническая изношенность большинства танков и практически полное отсутствие запчастей к ним. К примеру, в докладе о боевой деятельности 10-й танковой дивизии на фронте борьбы с германским фашизмом за период 22 июня по 1 августа 1941 года содержатся следующие данные о Т-28, имевшихся в составе дивизии. По своему техническому состоянию танки Т-28 имели запас хода в среднем за 75 часов. На 22 июня имелся 51 танк Т-28, из них выведено по тревоге 44 машины. Практически полное отсутствие запчастей сразу пагубно сказалось в период военных действий. Машины зачастую выходили из строя по малейшим техническим неисправностям. В соответствии с данным документом из 51 танка Т-28, потерянного 10-й ТД 15-го механизированного корпуса за указанный период, в бою были подбиты лишь 4 машины. Остальные вышли из строя по техническим причинам и были оставлены. Вместе с тем практик показывала, что при грамотном использовании Т-28, в особенности экранированные Т-28Э, способны эффективно бороться со всеми типами бронетехники противника и противостоять огню малокалиберной противотанковой артиллерии и противотанковых ружей. Например, 3 июля 41-го года Т-28 под командованием майора танковых войск Васечкина с экипажем из механика-водителя Дмитрия Малько и трех курсантов совершил рейд по уже захваченному немцами Минску, тараня вражеские грузовики, сбивая пехоту, уничтожая противника огнем пушки и пулеметов. Была уничтожена группа солдат и грузовик на улице Ворошилова, колонна мотоциклистов на улице Ульянова, сосредоточение живой силы и техники противника на улице Янки Купалы и в парке имени Горького. Истратив боеприпасы, танк стал выходить из города и был оставлен только на восточной окраине огнем противотанковой батареи. Осенью, зимой 41-го года, уцелевшие Т-28 продолжали эпизодически встречаться на фронтах. Генерал Лелюшенко вспоминал, что достал на заброшенном полигоне 16 танков Т-28 без моторов, но с исправными пушками и использовал их как неподвижные огневые точки на направлении Бородино-Можайск. Как минимум, один из таких танков уничтожил не менее 4-х вражеских. Небольшое количество этих машин участвовало в битве за Москву. К весне 42-го года Т-28 имелись только в Ленинградском военном округе, порядка 20 машин. Т-28 активно использовались в обороне Ленинграда, в том числе и как неподвижные огневые точки. Последнее же их боевое применение в составе РККА было зафиксировано зимой 44-го года в операции по снятию блокада Ленинграда. Т-28 в целом был удачной машиной, достаточно совершенной для своего времени. Несмотря на тупиковость многобашенной компоновки, состав и расположение вооружений Т-28 можно считать оптимальными. Три башни, размещенные в два яруса, при независимости их управления, способны были обеспечить эффективное сопровождение пехоты массированным огнем. При этом важным является тот факт, что командир имел возможность эффективно управлять огнем и корректировать его, что, к примеру, было нереализуемо в Т-35, управлять пятью башнями которого в бою один командир физически не мог. Наконец, два пулеметчика в передних башнях не только вели огонь из пулеметов, но и помогали обнаруживать цели, что в конечном итоге способствовало выживанию танка. Танк имел адекватное для своего времени бронирование, надежно защищавший экипаж и механизмы от пуль и осколков снарядов. А в случае кранировки танк получал возможность противостоять снарядам малокалиберной противотанковой артиллерии. Скоростные и маневровые показатели машины также были весьма передовыми для своего времени, а особенности у модификации Т-28А с улучшенными редукторами и КПП. Вместе с тем, для своего времени танк Т-28 был весьма сложной машиной и имел существенные недостатки, особенно в системах двигателя и трансмиссии. Ходовая часть также быстро изнашивалась, лопались рессоры, выходили из строя детали подвески, ломались шестерни бортовых передач. Танки с трудом проходили приемно-сдаточный пробег, а затем на завод начинал поступать поток рекламаций из войск. Кроме того, возрастание к концу 30-х годов мощи противотанковой артиллерии создавало необходимость увеличения толщины брони танка. Это заводило идею многобашенной компоновки в тупик. Проводившиеся попытки разработки танка, подобного Т-28, с противоснарядным бронированием, наглядно иллюстрировали этот факт. Резко возрастала масса и габариты танка. Экранирование готовых танков, частично решавшее проблему снаряда стойкости, также приводило к снижению подвижности машин. Продолжение следует...